добрый вечер друзья не успел я вчера можно сказать ночью повесить видео о том что вот трудно попросить помощи людям почему так происходит надо работать над собой и так далее и вот не прошло суток тут же вот какие-то появились конкретные что ли истории связанные с этим один человек говорит вот я скоро уже еду в америку там видимо он green card лотерею выиграл и вот денег у него мало он пошел значит там за деньгами я не знаю попросить или одолжить или как там к друзьям в русскую православную церковь потом еще там куда-то я не знаю куда и все его послали значит как-то он то ли не так просил то ли чего непонятно значит и это знаете сложная штука вот как попросить денег я не я не могу научить не не знаю а вот например другое письмецо вот я сегодня получил прямо перед выходом из офиса там женщина пишет что воистину говорит она вот там стучитесь и вам откроется но она едет с сша но тоже скоро приезжает есть родственники и родственники вызвались или согласились приютить их там на первое время да то есть вот пожалуйста можете у нас остановиться там туда сюда и женщина уже переживает она еще не села никому на шею но уже переживает и говорит вот а если у нас вопросы возникнут тут банк там я не знаю там еще что-то и вот не будем ли мы досаждать своими вопросами там и так далее значит вот она уже переживает как бы им из-за нее значит там не было в лом там этим всем заниматься и я хочу сказать что эта тема очень большая и часто обсуждаемая вот родственники в сша или друзья близкие в сша и вот когда ты приезжаешь вдруг выясняется что они тебе не такие родственники и не такие друзья и совершенно никаких дел с тобой они иметь не хотят то есть многие отказываются сразу на отрез от всего ну то есть они не говорят что мы больше не родственники но они говорят что они тобой заниматься не могут остановиться у них нельзя и даже вот какие-то ну совсем безобидные вещи тип там адрес дать чтобы получить грин карту тоже у них как-то вот с этим проблема значит что еще бывает бывает что приехали люди к родственникам к близким вот допустим там сестра приехала к сестре но у одной сестры семья у другой сестры там они с мужем вот они приехали проходят недели они срываются и убегают от этой родной сестры потому что вот что там получилось и мы все понимаем что люди разные один вроде бы соглашается но он хочет что-то взамен понимаете а взамен это может быть например выслушивание всякой нудоты негатива какой-то дряни которая ну совершенно как бы чека начинает раздражать и так далее то есть если бы хотели просто помочь это одно а когда тебе начинают грузить всякой дрянью то это уже другое а когда к там слово за слово значит и пошли отношения портятся мы мы видим массу 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 таких вот значит историй а если вы в аналах форма говорим про вес значит там покопаетесь тьма тьмущая таких историй кому люди помогают охотнее всего неважно близкие не близкие знакомые незнакомые охотнее всего помогают тем кто делает по максимуму то что он в состоянии сделать сам кому не хотят помогать тем кто садится на шею и отказывается сам что-то делать а считает что должны сделать за него давайте то есть вещи которые ты можешь сделать сам значит ты должен их сделать сам есть вещи которые ты не можешь сам ну реально не можешь или допустим это зовет какое-то совершенно невероятное количество времени усилий там и так далее в этом случае конечно очень уместно когда тебе помогают так вот тем более если это люди близкие знакомые и они примерно понимают что ты приезжаешь тебе надо там на права сдать тебе надо квартирку снять тебе надо телефончик завести ну вот мы например у себя в офисе там частенько так получается что мы ребят встречаем в аэропорту или они сами там подъезжают вот прямо свеженькие вот лотерейщики там с чемоданом бах свалился значит и я вам хочу сказать что чем дальше тем меньше мы встречаем кого-то в аэропорту не потому что их меньше приезжают а потому что как-то народ более самостоятельный стал и они уже на airbnb квартирку сняли то есть даже если мы их встретили то уже есть куда им поехать я скажу так половина людей которые сейчас приезжают не говорят нам ребятам нам нужен руммейт или они говорят мы приедем у нас на недельку есть там airbnb или там хостел там или что то вот за недельку мы тут сейчас вас с ребятами там уже с кем-то они даже списались на сайте в школе там в ютюбе с кем-то они там кого-то видели у нас там социальных сетях нашли в линк ты не нашли в фейсбуке я уж не знаю как они там умудряются это делать но мне честно говоря это приятно не потому что с нас сняли какую-то работу которую мы все равно делали мы не отказывались никогда но потому что очень приятно видеть самостоятельных людей это освобождает какие-то наши силы для того чтобы больше сфокусироваться на чем-то таком что кроме нас никто и не сделает и не поможет например да скажем там из аэропорта привести это одна история а вот там еще что-то другая с работой с резюме там и так далее поэтому если вы приехали и люди готовы вами заниматься и они как бы вызываются вами заниматься есть абсолютно любые возможные расклады значит может кончится тем что вы с ними поссоритесь на всю жизнь это бывает я не хочу сказать что конкретно вот эта женщина то что люди вызвались вам помочь и они согласны это далее это очень дорогого стоит это конечно нужно ценить и мы видим что человек ценит потому что да автор вот письма она уже начинает переживать как бы их там не не погрузить там лишненьким и так далее подготовьтесь по максимуму и не спорьте вот вам говорят что-то вы можете делать или не делать это уже следующий вопрос вот вы спрашиваете лучше например открыть счет в этом банке или в том или лучше положить там на счет там 500 долларов или там 1500 не спорьте выслушайте людей вы можете сказать а почему например да они вам что-то скажут вы можете сказать слушай вот я там изучала форумы и вот пишут например люди что в вашем вот в этой местности где вы живете там скажем наиболее популярны вот такой банка там идти в этот или в тот имейте в виду еще вот что люди которые вас встречают они могут уже заранее могут уже заранее предполагать что они вас возьмут за руку и поведут в банк social security там я не знаю в диме там за правами и так далее то есть у них уже может быть прямо целый план такой на вас это часто бывает есть если люди добрые и симпатичные ответственные и так далее они как бы уже может быть даже так себе что-то такое думают поэтому это делается методом взятия инициативы на себя значит вы приезжаете и вы говорите я хотел бы там значит там вы мне сказать вы там подскажите где там ваш дмв где сдают мы там пойдем завтра там как туда добраться они могут сказать тебе не надо добираться мы тебя сами отвезем назначим тебе appointment и отвезем ну так они вас отвезут но вы не говорите вам вы меня отвезете вы их спрашиваете а как туда доехать аналогично вы говорите а где у вас магазин например да там вот мы хотим посмотреть там продукты туда-сюда а его сказать почти с нами делать там шопинг на неделю будете с ними ходить они вам покажут сметана тут надо в магазине привыкнуть к тому где находятся привычные вам товары иначе вы много времени потратите в магазине там соленые огурчики здесь сметанка тут кукуруза в банках здесь значит там эту сметану не берешь а вот это то что надо значит что еще да вы когда приехали если вы у них остановились значит вы им говорите ребят нам нам неудобно у вас тут это вас напрягать поэтому давайте может быть мы первым делом там пойдем нам какой-то же пойдем завтра снимать нам жилье расскажите скажите где нам посмотреть они скажут а мы пойдем завтра в субботу все вместе поедем будем смотреть и так далее но если вы информационно заранее подготовить будет еще лучше вот вы скажете я вот там вот это вот это может быть ваша подготовка абсолютно неуместная какая-то смешная они вам будут долго смеяться но это не важно важно что вы проделали какую-то работу потому чтобы их не грузить и это все ценят все люди ценят вот такое отношение вы не представляете сколько есть историй о том как люди приехали и сели на шею и все им обязаны и в общем я даже не знаю тут мне рассказывали я сам не смотрел но мы не рассказывали что там есть блогер который значит там я не знаю как она там попала в сша и я вообще не знаком с творчеством но кто-то смотрел и мне рассказать представляешь говорит вот человек как-то по какой-то линии там она приехала и ее на два месяца куда-то поселили и там грубо говоря содержали там еду покупали там за жилье платили и так далее но два месяца кончилось и ее попросили и дальше это ее потрясло и возмутило и она вообще была но просто она этого не простит никогда но суть в чем взять что-то у человека намного сложнее чем не давать понимаете поэтому получается так вот человека привезли его поселили его накормили его спать положили и у кого-то от этого создается ощущение что так всегда должно быть что так и правильно и по-другому и быть не должно и в будущем его будут возить кормить укладывать и время на него тратите и так далее и это как бы вечно таких историй очень очень много я помню еще истории с обидами начала девяностых когда более-менее граница вдруг приоткрылась раньше же люди не могли поехать навестить тех кого не видели там 10-15 лет мать и вдруг бах открывается граница и они едут значит посмотреть и они посмотрели и вроде им понравилось они возвращаются домой собирают манатки тогда проще было упаковывается и приезжают ну приезжают их встречают там отвозят там в апартамент поселили там туда-сюда и дальше они как бы потрясены вот безобразностью происходящего потому что как же так они же их же возили там целую неделю люди брали отпуск специально чтобы там развлекать друзей которых не видели там много лет брали на неделю отпуск возили туда возили сюда и вдруг они приехали и вот на тебе значит там позвонят раз три дня как ты там и все такое и это вот тогда родился вот тот анекдот или стал популярным может быть они родился анекдот про не путай туризм с эмиграцией знаете так что очень много было обид вот на этой почве я помню это время значит тут еще есть тонкость такая значит есть друзья есть родственники значит но родственники с другой стороны например супруга или там супруги могут не так сильно любить родственников с другой стороны и кроме того у них возникает такое опасение что ты вот сейчас начнешь ему помогать а потом ты от него не избавишься потому что он воспримет это как твою обязанность как бы вот эти все время заниматься чем больше ты вовлекаешься в помощь кому-то тем сложнее бывает потом тебе самому от этого отойти вот допустим жена к мужу приезжают родственники мужа значит и вроде он там собирается помогать и у него такой эксайтмент он такой радостный и жена думает нафиг это надо он сейчас их туда повез сюда если это через неделю кончится это не вопрос но если это будет теперь вообще до конца дней он теперь будет их бибиситить вместо того чтобы заниматься семьей женой детьми там домом там и так далее она может быть хорошо знает своего мужа и может быть ее опасения абсолютно не беспочвен и пошло и поехал и так далее поэтому очень хорошо в такой ситуации знать людей с которыми вы имеете дело мать это что для одного человека норма и не вызывает никаких проблем у другого человека это проблема неразрешимое это абсолютно ненормально поэтому общий совет я возвращаюсь к тому что общий совет такой не не стройте свою иммиграцию свой путь как необходимым элементом которого является вот обязательно помощь вот этих родственников и так далее то есть будьте готовы к тому чтобы все делать сами но если вам при этом кто-то еще и поможет это просто обалдеть а не поможет тоже ничего страшного абсолютно то есть как бы поставьте себе вот эти рамки границы нормального границы нормального включить туда отсутствие помощи если отсутствие помощи это норма то наличие помощи это просто благодать божья манна небесная просыпалась вот вот и все если вы границы нормального сузите до помощи родственников во всех элементах там вашей адаптации и так далее тогда у вас будет проблема даже если они будут вам помогать я хочу напомнить не менее популярную поговорку иммигрантскую подари ему свою машину скажет не того цвета есть такие люди ребята ты ему машину свое отдашь а он будет недоволен и он скажет что ты его где-то там развел там и и так далее особенно если непонятно где развел это ас это особая особой изощренности статья развода вот понятно что развел а где непонятно так что я хочу успокоить женщину норму что же распереживалась от того что тут рассказываю я я не хотел совершенно ее растревожить хотел просто вернуть на землю не столько может быть ее поскольку она явно вполне реалистично смотрит то она переживает как бы не быть там бабу и так далее значит берите на себя по максимуму и все вас будут любить и все будут на перегонки бросаться вам помогать вот вот и все они будут тоже нормально спасибо что встретили спасибо что там подвезли спасибо что там переночевали у них 3 дня нормально вот вы приехали вы живете здесь что никто не пропал с родственниками без родственников с двадцатью тысячами в кармане с пятью тысячами в кармане с пятью стами долларами в кармане никто не пропал не оголодал под мостом не ночевал и такого ничего не было так что может быть кто-то там если хотел сильно я не знаю я я не вижу что кто-то под мостами ночевал честно так из новых эмигрантов из местных есть люди там не бомжуют как-то у них какие-то свои дела это это отдельная история вот наверное наверное и все так что когда друзья денег не дают это другое я не хочу от этой части касаться я думаю что это хорошо характеризует степень дружбы то есть как бы не все то друг что кажется другом в каких-то обстоятельствах когда обстоятельства меняются выясняется что и не друг совсем а просто какой-то совершенно чужой человек так что это тоже неплохо это тоже неплохо человек возвращается в реальный мир ну или не возвращается переходит в реальный мир если он в нем раньше не был и начинает смотреть на вещи так видеть вещи такими как они есть они такими как они ему казались это дорогого стоит от наука это умнее стал опытнее жизненный опыт приобрел так что вот я бы так сказал все ребят счастливо и Субтитры создавал DimaTorzok